Минфин США предупреждает русских 100-долларовые бумажки опасны для душевного здоровья. Экономика. Курс валют 27 декабря 14.2. Минфин США предупреждает русских 100-долларовые бумажки опасны для душевного здоровья. ФРС напечатала доллар 1,5 ТРЛН. Левых купюр для иностранных фанатов американских денег. Александр Ситников. Комментарии в просмотров 52 805. Фото. Валерий Маицин. ТАСС все последние дни рубль продолжал укрепляться по отношению к доллару и евро. Так, 26 декабря американец подешевел на 45 копеек, а европеец на 19. В пятницу, 27 декабря, тенденция продолжилась. О том, что в краткосрочной перспективе доллар и евро будут дешеветь по отношению к периферийным валютам, предупреждала ранее и команда аналитиков крупнейшего в мире банковского конгломерата. Морган Станли. В частности, стратег Майкл Уилсон так пояснил причину ослабления американца и европейца. Три крупнейших центральных банка в мире ежемесячно расширяют свои балансовые отчеты на доллар 100 миллиардов, что равносильно ВВП такой страны, как Россия. ФРС выбрасывает ликвидности на доллар 60 миллиардов, ЕЦП на доллар 25 миллиардов, Банк Японии на доллар 15 миллиардов. Впрочем, тенденция укрепления рубля вряд ли продлится долго. Неэффективные правительства не заинтересованы в укреплении своих денег, они, в конечном счете, ослабят национальные валюты. ЛАК составит от полугода до года. Так что усиление рубля долго не продержится. Интересно другое. Ситуация вокруг фактически неконтролируемой эмиссии доллара вдруг засветила еще одну любопытную историю с американцем. Телеканал Fox Business сообщил, что ФРС в своем балансе не учитывает доллар 1,5 ТРЛН. 100-долларовых купюр. Они были напечатаны в свое время, но, если разобраться, сегодня их нет. Возможно, эти деньги просто списали, не зная, какова их судьба. Возможно, поступили в соответствии с какими-то внутренними правилами ФРС. Пентагон вслед за Украиной замахнулся на кубышку Кремля. Миллионные иски за потерянное здоровье на базе Карш и Ханабад могут выставить ГРФ 187 тысяч. Американцев. Министр финансов Стивен Мнучин, комментируя эту новость, обнародовал информацию, которая рано или поздно коснется россиян, предпочитающих держать запас наличности в долларах. Сразу скажем, что непонятно, окажутся ли в проигрыше русские фанаты американских денег, или нет. Хотя второе более вероятно. На вопрос, что все-таки случилось с исчезнувшими стадолларовыми купюрами, Стивен Мнучин ответил предположениями, мол, где-то лежат в сейфах или под подушками. В целом разъяснения главного финансиста США, какой-либо новизны не имели. По его словам, доллар это резервная валюта мира, и все хотят держать доллары. И причина, по которой они хотят держать доллары, заключается в том, что США это безопасное место, чтобы иметь наши деньги, инвестировать и держать наши активы. По мнению Мнучина, для тех, кто копит баксы, совершенно не важно, реально ли они держат купюры, или не учтенку. Если верить Минфину США, что бы ни произошло, зеленые примут и обменяют на любую валюту по текущему курсу. И вообще, если сравнивать, как менялась стоимость зеленого и других денег, то вторые имели отрицательную доходность по соотношению к первому. Далеко за примером ходить не надо, за последние пять лет россияне, которые предпочли доллар, выиграли, как минимум в два раза. Об этом, кстати, многократно писалось, и не было бы необходимости повторяться, но факт остается фактом. Огромная сумма физических купюр с портретом одного из отцов-основателей США Бенджамина Франклина, по информации Wall Street Journal, выведена из учета ФРС. Речь идет о самых натуральных сувенирах, которые имеют параллельное хождение с настоящими баксами. По сути, Стивен Мнучин дал понять, что есть официальная монетарная политика ФРС, и есть некая серая бухгалтерия. Безусловно, эти тайны скрыты за семью и замками, и узнать, как выводятся из баланса те или иные Бенджамины, не суждено никому смертному. В США, кстати, в разгар кризиса 2008 года вышел фильм «Шальные деньги», в котором рассказывается о злоупотреблении со списанными долларами. Смысл этой криминальной комедии заключается в том, что ни правоохранительные органы, ни эксперты не смогут доказать, что не Учтенко похищена из банка. В комментарии к фильму звучали, к примеру, такие фразы опытных заокеанских финансистов, которые в переводе на русских язык звучат так, когда нельзя, но очень хочется, то можно. Или ФРС технически может отпечатать левые доллары на продажу в другие страны, а потом через какое-то время списать. Делается это, возможно, потому, чтобы закрыть возникающие разрывы между приходом и текущими обязательствами. Например, когда чересчур агрессивное заимствование чревато падением доходности казначейских облигаций. Как и в фильме «Шальные деньги», левые бенджамины, о которых признался Мнучин, имеют хождение, хотя де-факто не являются платежными средствами. Причина в том, что доллар не просто резервная валюта, а самая главная резервная валюта, по сути, генерал всех денег, который может делать то, что другим нельзя. Например, приказать рублю, упал отжался, шагом марш из клуба офицеров и даже посадить на гауптвахту. Литва пошла в последний решительный бой на Росатом, только ли Вильнюс сражается с белорусской АЭС и в целом с нашей госкорпорацией. До бретон в УЦе доллар не был главной международной резервной валютой, был фунт стерлингов, а до этого голландский гульден. Изменения происходят, и история продолжается. Вы, как инвестор, покупая доллары, должны спросить себя, как будете инвестировать кэш, чтобы воспользоваться изменениями в будущем? Задается вопросом Джей Ким. Словом, просто так копить зеленый точно неразумно, тем более, не зная статус бенджаминов. Если доллар вдруг перестанет быть генералом всех денег, то ФРС вспомнит, что огромная сумма не учтена на балансе. В этом случае вам скажут, что вы купили списанные баксы. Правда, когда это произойдет, не скажет никто, но точно это не случится в среднесрочной перспективе. Сегодня, как известно, доллар составляет 63% резервов ЗВР всех стран, евро 20%, а дальше идут остальные валюты. Это соотношение зеркально отражает фактическое экономическое влияние США и ЕС. Да, доля Соединенных Штатов в мировом ВВП составляет 24,4%, но еще столько же валового продукта находится под контролем американцев в других странах. Можно, не сомневаться, в этом список скоро войдет и Китай, как новая супердержава. Как бы там ни было, но Минфин США, по сути, предупреждает русских фанатов американских денег, что 100-долларовые бумажки опасны для душевного здоровья. Никто не дает гарантий, что под вашей подушкой или даже в сейфе лежат реальные баксы. А вдруг это сувениры, приравненные к Бенджаминам лишь потому, чтобы раньше времени не спугнуть покупателей очередной штатовской неучтенки. Впрочем, другого выбора, увы, у нас нет, ведь финансовая политика Кремля лишила россиян веру в родной рубль. Финансовые новости, русские зря верят в доллар, Федрезерв начал его обесценивать. Курс валют, курс валют сегодня, доллар и евро снова идут вниз.